В Наринмаре выбрали победители регионального этапа всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Ими стали Анастасия Бякина, Артем Долгобородов и Екатерина Шадрина. Уже в мае финалисты отправятся представлять Ненинский округ во Всероссийский детский центр «Артек», где будут соревноваться с участниками со всех регионов страны. А дальше война пришла. Нет, она не пришла. Она ворвалась и мгновенно забрела все, что у меня было. Анастасия Бякина участвует в конкурсе «Живая классика» в первый раз. Ее эмоциональное выступление не оставило равнодушным никого в зале. Для участия Настя выбрала монолог шизофреника о войне Кури Маркевича. Я искала на разных сайтах и вот как-то приглянулась. И мы с девочками, с которыми мы выбирали в первом этапе стихотворение, мы видели это стихотворение, всем оно понравилось. Со сцены прозвучали произведения писателей, которые не входят в школьную программу. Выбор текста на всех этапах конкурса имеет большое значение. Именно в нем можно набрать наибольшее количество баллов. В этом году очень изменились критерии. И как раз те произведения, которые являются частотными, они не приветствуются. Потому что мы ждем новых авторов, новые произведения. Поэтому если будут выбраны те книги, которые каждый год читают, к сожалению, выступление будет оцениваться ниже. Тимофей Лыков тоже участвует в конкурсе в первый раз. Пятиклассник рассказал произведение Евгения Чарушина «Верный трой». Мне вот с собакой очень нравится. Там, ну, они такие дружелюбные, с ними поиграть можно. Ну и жалостно вот в этом произведении мне тоже нравится. Так эмоции выражать. Конкурс юных чтецов «Живая классика» – один из самых популярных среди школьников. В этом году в муниципальном этапе приняли участие 39 человек. И только шестеро из них прошли в региональный этап. Конкурс всегда имеет много участников. И особенно каждый наставник переживает за своего обучающегося. Они его готовят, подыскивают новые произведения, открывают в нем те или иные грани, чтобы ребенок выступил достойно. И поэтому очень много обучающихся, они из года в год принимают участие в конкурсе. И с каждым годом их талант все оттачивается, оттачивается. По решению членов жюри лучшими чтецами на региональном этапе стали Артем Долгобородов, Анастасия Бякина и Екатерина Шадрина. Теперь ребятам предстоит выступить в следующем этапе конкурса, уже всероссийском, который состоится в мае в Артеке. Александра Литкова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север».